Привет! В ходе этого урока мы с вами изучим множество в языке Python, мы изучим Set, а также Frozen Set. А перед началом я бы хотел порекомендовать сайт itproger.com. На этом сайте вы найдете код, домашние задания и много другой полезной информации. Ссылка на этот урок на сайте будет в описании к этому видео. Множество — это на самом деле те же самые списки. Вот только в множествах все элементы идут в случайном порядке, а также в множестве не может быть повторяющихся элементов. Зачем множество могут быть вообще полезны? Предположим, мы хотим получить от пользователя какие-либо определенные данные. Пускай это будет строка, где у нас будут прописаны полностью все его хобби. Ну, предположим, что-то вот в таком духе. Дальше мы эту строку можем, например, разбить по какому-либо символу. Для этого мы можем использовать метод Split, что мы уже ранее с вами изучали. И дальше я бы хотел сделать так, что я хочу удалить полностью все повторяющиеся элементы из полученного списка. Как такое можно сделать? Можно, конечно, это самостоятельно прописать цикл, продумать весь этот алгоритм. Но куда проще, можно список преобразовать в множество. И тем самым мы сразу же удалим полностью все элементы, все повторяющиеся элементы из подобного списка. То есть, во-первых, вы можете самостоятельно создавать множество, и тем самым они будут не иметь повторяющихся элементов. Они будут все в случайном порядке. Но также вы можете преобразовывать уже готовые списки в множество, тем самым вы будете удалять все повторяющиеся элементы. Плюс, если вам нужно вдруг зашафлить, вдруг необходимо как бы расположить все элементы в случайном порядке, то опять же множество это сделать максимально быстро и максимально просто. Теперь от слов давайте перейдем к делу. Для создания множества вы можете использовать два доступных вам способа. Во-первых, вы можете использовать функцию Set. И сюда в эту функцию обычно передают просто определенное некое слово. Ну, допустим, я сюда передам слово Hello. И дальше мы давайте попробуем вывести сразу это множество. И мы получим то, что у нас здесь будет всего лишь четыре элемента. То есть, повторяющийся символ он был удален, он не был добавлен в множество. А также все элементы вы можете заметить, что они в случайном порядке здесь расположены. Так вот, первый способ как создать множество это за счет функции Set. Обычно функция Set используется, если нам нужно быстро преобразовать какой-то список в множество, или если нам нужно преобразовать некое слово, которое тоже по сути является списком, в то же самое множество. Но если нам нужно создать множество самостоятельно, то обычно используются не функции Set, а обычно используются фигурные скобки. И да, здесь я могу согласиться с тем, что мы использовали фигурные скобки в прошлом уроке для создания словарей. Но тут дело заключается в том, что если мы с вами в фигурных скобках будем прописывать как ключ, так и значение То в таком случае мы всегда с вами будем создавать именно словарь Если же мы будем использовать исключительно значение, как я вот например сейчас прописываю То в таком случае мы на самом деле создаем именно с вами множество То есть если не указывать ключи, то мы создаем множество, если указывать ключи, то мы создаем словарь Ну и вот вы можете заметить, что я сюда добавил два повторяющихся элемента, если такое сейчас запустить, то заметим, что видите, опять же, они все в случайном порядке выведены, ну в нашем случае так получилось, что они еще в порядке возрастания, да, и здесь повторяющиеся элементы, они были удалены, то есть последняя вот эта вот пятерка, она была удалена из всего этого множества. Работа со множествами, она здесь точно такая же, как и работа с обычными списками, вот только здесь в множестве мы не можем обратиться к определенному элементу по его индексу и не можем его поменять, потому что если мы такое попробуем сделать, у нас всегда будет выдаваться ошибка. В то же время удалять, а также добавлять новые элементы мы всегда спокойно можем. Если нам нужно добавить новый элемент, мы используем функцию add, здесь допустим укажем некое число, ну например 32, и вот у меня это число было как раз сюда добавлено. Если мне необходимо добавить несколько сразу чисел или просто несколько значений, то, соответственно, можно использовать функцию update, и здесь давайте я попробую добавить даже другие типы данных, это также спокойно здесь может все работать. Если я добавлю какие-то повторяющиеся типы данных, то, конечно же, они не будут добавлены, но все остальные, вот вы можете заметить, что были сюда спокойно добавлены. Также, если вам нужно удалить некий элемент, вы можете использовать функцию remove, здесь вы указываете просто значение элемента. Предположим, хочу удалить элемент, у которого значение идет как true, если такое запустить, то вы замечаете, что этого элемента больше здесь не существует. Если вам нужно удалить первый элемент, в данном случае именно первый элемент, то вы можете использовать метод pop, ну и вот после запуска мы замечаем, что 32, это число, видите, здесь было удалено, и вот тут также больше не существует. Если нужно полностью очистить все множество, то можно использовать такую функцию как clear, ну и опять же давайте попробуем с вами запустить. В таком случае, видите, выдается просто set, то есть это как бы говорит о том, что у нас есть пустое множество, в нем нет никаких элементов. Также давайте рассмотрим момент, когда у нас есть некий список, что состоит из повторяющихся элементов, и нам нужно удалить из этого списка все повторяющиеся элементы. Чтобы такое реализовать, мы можем, в принципе, сразу же в этот же список поместить некое новое значение, и здесь я просто вызову функцию set, и в него же, в этот список я помещаю нас. То есть такое можно реализовать, мы как бы вот здесь создали первый список, а здесь мы по факту удаляем предыдущий список и создаем новый список, да, и этот список, он уже будет именно множеством, где у нас не будет повторяющихся значений. Ну, либо если хотите сохранить предыдущее значение, предыдущий список, то в таком случае можно здесь назвать как-то там new nums, например, и именно этот new nums потом выводить, например, на экран. Если сейчас такое запустить, то мы с вами заметим, что мы получаем именно множество, которое состоит из всего лишь трех элементов, и нет у нас здесь повторяющихся элементов, да, то есть вот эти вот все лишние пятерки, они были попросту удалены. Таким образом, вы легко можете удалять ненужные элементы из списка. Ну и крайнее, что нам остается рассмотреть в ходе этого урока, это frozen set, или другими словами, замороженное множество. По сути, frozen set это объединение кортежа плюс множество, то есть мы по факту создаем с вами обычное множество, единственное, что мы не сможем никак видоизменять элементы внутри самого этого множества, то бишь это как бы функционал кортежей. Ну и чтобы создать frozen set, мы с вами можем сделать следующее. Давайте мы здесь создадим что-то в духе new data, еще некое новое значение, и здесь мы просто используем функцию frozen set, в нее же мы передаем некий список, да, и чтобы сюда передать некий список, мы открываем квадратные скобки и передаем сюда определенные значения. Давайте я также эти значения скопирую из предыдущих элементов, ну и просто их вот множество сюда действительно элементов сюда и добавим. Дальше, если мы с вами попробуем это вывести на экран, то мы заметим то, что у нас будут применены как бы свойства, что доступны для множеств, то есть здесь элементы, они перемешаны, а также нету повторяющихся значений. В то же время, если я попробую здесь обратиться к new data и попробую обратиться к такой функции как add, то такой функции в принципе здесь не существует, и если я что-то попытаюсь здесь добавить, то конечно будет вызываться ошибка, потому что здесь уже идут свойства кортежей, а кортежи, напомню, мы в них не можем ничего не добавлять, мы из них ничего не можем удалять и мы ничего в них не можем видоизменять. Здесь получается точно та же самая логика, то есть мы как бы создаем с вами кортеж плюс множество, да, это и называется frozen set. Получается, что за счет set, а также frozen set мы можем создавать различные множества, где у нас не будет повторяющихся элементов, а также все элементы будут выведены в их хаотичном порядке. Ну что же, на этом у меня все, надеюсь урок вам понравился, если так, то не забывайте подписываться, а также вступать в наши соцсети, все ссылки на них будут в описании к этому видео. У меня же на этом все, до скорых встреч, пока!